Итак, добрый вечер. У нас с вами сегодня 46 занятие. Мы продолжаем погружаться в мир управления, влияния и воздействия. И сегодняшний афоризм, который я один и второй вам написала в силу своего гуманитарного образования, мы так и начнем рассматривать. Вот послушайте. Спиноза много лет назад написал «Когда ты остаешься один, ты точно должен знать, с кем ты остаешься». И это то бессознательное, с чем мы без конца сталкиваемся в своей жизни и крайне редко можем это классифицировать, определить. И из-за этого совершается человеком огромное количество всевозможных несуразных поступков, меняется кардинальное мировоззрение, и последствия бывают достаточно жесткие, неприятные, которые сложно остановить, которые практически никто никогда не пытается предотвратить. Второе высказывание в силу опять-таки моей любви к философам разного уровня и разных времен, так неприятно сейчас преподносимый Карл Маркс, так вот он в своем капитале написал такую фразу «Великие кажутся нам великими лишь потому, что мы сами стоим», не дописала, «стоим на коленях» или «сами на коленях». Это две крайности. Собственно говоря, эти два афоризма и показывают нам, каким же способом мы попадаем под управление, под влияние, под воздействие. Это говорит о том, что мы оказываемся непристойны для себя или неприемлемых ситуациях. Это мы открываем глаза, осознанность свою проявляем, когда обстоятельства, которые на нас уже влияют, и человек в них находится, вызывают страх, ужас, панику и всевозможные отрицательные энергии. Мы всегда начинаем хаотически необдуманно, эмоционально заряженной отрицательностью как бы выскочить, а потом всевозможные действия, которые тоже приводят к очень плачевным обстоятельствам. Нас приучают с самого раннего детства находиться в определенного качества условиях, которые тоже взращивают наше мировоззрение. И, выходя в большой мир, пытаясь там как-то предстать, как-то самореализоваться, человек сталкивается с тем, что его представление о себе и то, как, каким способом на него реагируют люди, ну никак не дополняет его положительные о себе отзывы, взгляды, думки, раздумья, мечты, пожелания и все прочее. Так вот, мировосприятие человека — это самое главное, что вам нужно сейчас понять и попытаться с этим разобраться на уровне понимания. Это как человек обращается с вами, с тобой, с каждым из нас. Это его, условно, на эзотерическом языке, на общепринятом на сейчас, это называется карма. Он решил в его образе восприятия, вы занимаете определенную роль, определенное место и определенный образ, который скручен в такую картинку, и она не обсуждается. В этой картинке всегда находятся дополнительные какие-то эффекты, набранные за всю жизнь, и требования, чтобы вы соответствовали этой картинке. Если вы на это ведетесь, вы находитесь под управлением. А вот как вы будете реагировать на это, как отвечать и какая обратная связь от вас последует, это называется ваше отношение к себе. Как реагируешь — это твое изменение или неизменение. Откуда и зарождаются пресловутые конфликтные, бесконфликтные, и мне все равно ситуации. Значит, вы кому-то или человек кому-то позволяет с собой поступать таким образом. Но тот, который пытается с вами так поступить, это его мировоззрение, его образ жизни. Значит, вы прежде всего должны разбираться, каким способом и на какую клипсу вы цепляетесь. Потому что к вам применяются разные способы управления давлением и влиянием. Потому что каждый имеет свой образ. Не вас знают, слышите меня? А каждый имеет свой образ. Женщины все такие, мужчины все такие. После такого-то возраста будет вот так-то. Вот если такой цвет волос, значит вот так-то. Это категоричность восприятия согласно прошлого опыта, и это называется мировосприятие. Все женщины-блондинки, обезьяны с гранатой за рулем. Другого не приемлется. Или там все мужчины вот такого вот вида, вот так себя позиционирующие. Они однозначно вот такие-сяки. И если вы, не дай вам Господи, начнете возмущаться, там агрессировать, защищаться, оскорбляться или еще что-то делать, вы таким способом подтверждаете то убеждение, мнение человека на тему вас. Потому что любая агрессия, это говорит о том, что вы некомпетентны. Значит, это точно так же. И вы пытаетесь устроить такой между собойчик какой-то конфликт для того, чтобы убедить человека в обратном. Но ни один конфликт никогда никого не убеждал в правоте того, кто начинает первый конфликт. Совсем проще вспоминаем, да, кто вышел из себя, тот и проиграл. Значит, каждый раз, когда вы вышли из себя, вы проиграли. И это идет в поражение, это идет в неприязнь, это идет в нехорошее такое неприятное состояние, которое каждый раз дополняется теми нюансами, которые вы даже не отмечаете. Наша сегодня с вами задачка — разобраться, как мы можем, пускай на сегодняшний момент, на сейчас, при помощи трех видов взгляда, голоса и жеста понять, классифицировать, каким способом на вас пытаются воздействовать что-то вы видите, что-то вы слышите, что-то вы понимаете, а что-то вы не видите, не слышите и не понимаете. Значит, там не поставлен предохранитель критического мышления, и вы пропускаете это в бессознательное свое и накапливаете таким способом отрицательную эмоцию, которая собирается в большую красивую кружку, даже с вензелями, но рано или поздно она вылится вам на голову. Есть понимание? Значит, давайте мы немножечко определимся с такими понятийными словами, чтобы наше с вами обучение и вообще понимание имело такую конкретику. Вот мечту — это такое иллюзорное желание, которое никогда, в принципе, не сбывается, но очень греет и тратится время, когда что-то не хочется делать. Значит, мечту мы с вами, когда общаемся, когда решаем задачи, когда обучаемся, мы переводим в качественно новую такую понятийную вещь как цель. И сразу выступает такая интересная история, когда вы понимаете, что человек имеет цель, то бессознательно так заложено. Мы всегда будем на него обращать внимание, как он смотрит. Цель и полагание, векторно-эмоциональная направленность подразумевает определенное качество взгляд, который порождает потом все остальные голосовые тональности, жестикуляцию или, наоборот, какое-то напряжение. И как только вы слышать начинаете, что человек что-то решил, значит, вам сейчас человек будет рассказывать о своей цели. Мечта — это когда собирается приятная, достойная компания, и они начинают друг перед дружкой красиво придумать фэнтези. Кто круче смог подобрать будущий отпуск, когда спрашиваешь, каким способом это все будет решаться, это не важно, главное, я хочу. Так вот, когда вы пытаетесь где-то предстать в достойной форме, в достойном качестве, когда вы хотите повлиять или поуправлять, или обратить на себя внимание, вы должны выглядеть спокойно, достойно, направление взгляда должно быть такое уравновешенное, прямое, глазки не должны бегать, и вы рассказываете о том, что для вас важно, о том, куда вы стремитесь, это называется заявлять позицию. Сама позиция как цель, как конечный результат для вас должна быть важна, а не для тех, кому вы пытаетесь рассказать. Следующее желание мы переводим в классификатор задачи. Что такое желание? Желание — это я хочу. Сказка — вот это я хочу, это я хочу, это я хочу. Не факт, далеко не факт, что это будет исполнено, но количество желаний говорит о том, что у человека внутренний раздрай. Когда у него есть задача, тогда из всего многообразия выбирается то главное, то достойное, то перспективное, и человек голосом начинает разговаривать с вами о том, представляя данную задачу как плоскость, которую нужно форматнуть таким способом, чтобы вам было это понятно, ему это было понятно, и еще раз соединить все компоненты, все элементы системы для того, чтобы конечный результат, на который мы смотрим вовне, там как вот чуть дальше, по времени и пространству, да, вот желание наше, трансформированное в задачу, это говорит о том, что вы достаточно хорошо определились с пространством, вы можете с ним взаимодействовать, взаимодействовать и вам нужно время для того, чтобы это все скомпоновать. Есть понимание? Дальше. И стремление, это я завтра точно пойду, к концу недели мы точно с этим будем прояснять, разбираться. Стремление, это когда человек на уровне повествования так спокойно и ровно пытается в будущее там что-то забросить, но в силу того, что мы уже хорошо с вами знаем, что завтра это уж никогда не наступает, каждый день завтра, завтра и завтра, значит, стремление что-то завтра сделать мы переводим в очень спокойные, простые действия сегодня. Все, что сегодня можно сделать, нам нужно это сделать, тогда и жесты, которыми вы будете сопровождать свое повествование или представление себя, или нахождение где-то, они будут более спокойные, более лояльные и более понятные. Значит, смотрите, направление взгляда вызывает рефлекторные реакции. Все эти три вещи, которыми мы с вами говорим,